Восходящий импульс по европейским валютам исчерпал себя после того, как стали известны предварительные данные по деловой активности в ключевых секторах экономики стран еврозоны и Великобритании. Котировка евро-доллар так и не смогла вернуться к максимумам прошлой недели, даже несмотря на торговый оптимизм, способствующий ослаблению конкурента доллара США. Торговую сессию график проводят в боковике вблизи отметки 1,1140. С технической точки зрения аналитики предвидят возобновление снижения к уровням 1,1080 и 1,1060. Очевидно, что рынки гораздо более охотнее будут реагировать именно на негативные новости из еврозоны, отыскивая поводы для открытия сделок на продажу пары. И сегодняшний отчет от экспертов Market вернули внимание медведей. Уже год локомотив европейской экономики, промышленность Германии фиксирует спад. Показатель за ноябрь месяц вновь снизился к отметке 43,4 пункта, хотя рынки ожидали небольшой подъем к уровням 44,6. Такая статистика, а также содержание отчета с описанием тенденций в других странах еврозоны свидетельствует о том, что экономика региона находится в наихудшем своем положении с 2013 года и нуждается в дополнительных стимулах. И если окончательные данные подтвердят негативную динамику, то ждем возобновления спекуляций на тему снижения ставки ЕЦБ. Разочаровала статистика из Великобритании. Тут в ключевом секторе британской экономики в сфере услуг. Впрочем, как и в промышленности, значения индексов деловой активности также оказались ниже прогнозов. Активность в секторе услуг падает самым быстрым темпом за последние 9 месяцев, о чем говорит положение индекса на отметке 49,3 пункта. Данные внесли коррективы в настроения трейдеров. Рынок продолжает искать справедливую цену фунта после всплеска оптимизма, вызванного победой консерваторов, о чем стало известно в пятницу. Пока котировка фунт-доллар остается ниже уровня сопротивления на 1,3380. Но в случае сильных данных по деловой активности в производстве США возможно возобновление снижения графика. И тогда мы ждем падения к отметке 1,3265. Так видят рынки аналитики группы компаний ИнстаФорекс. А как на самом деле изменится положение котировок, об этом уже в наших следующих видео на нашем канале. До встречи!